Нужно молчать о таких историях. Я считаю, что это неправильно, потому что почему-то сложилось так, что какой-то такой стереотип, что все должны с проблемами оставаться у себя в своей стене, в своем доме. Я вообще против такой позиции, потому что если все молчат, если никто об этом не говорит, значит об этом, собственно, никто не знает, нет никакой поддержки, и это считается, значит, какой-то нормой. Ну, мне вообще было непонятно, почему как бы мой муж имеет право у себя на странице рассказывать всем, как он без меня счастлив, а почему я тогда не могу рассказать, как я, блядь, несчастна сейчас. Извините. Жень. Ну, ребята, самое что ужасное, что беда не приходит одна. Реально, то есть вчерашний день был таким же адом, как и позавчерашний, и сегодня я просыпаюсь, вроде думаю, ну все, ладно, надо с этим как-то справляться. Понимаю, что у меня Марк заболел по-новой, у него опять температура, у собаки началась течка, то есть это постоянно надо, ну вообще она беспокойная, постоянно надо за ней все это вытирать. Короче, полный ужас, и я реально, я не справляюсь, я просто уже не справляюсь, я психую. Даже прикрикнула вчера на Марка, когда он испортил литр морща. Ну, блин, слушай, Женя, это нормально. Мы с тобой, все мы с тобой, ты это знаешь самое главное. Я не докасаюсь до Лены, потому что у нас карантин, чтобы ее не заразить. Мешки под глаза. Во-первых, у меня под львым глазом всегда мешок, потому что он же не зрячий, больной, и он всегда чуть опухший, а так, ну да, конечно, я много плачу, мало сплю, мало ем. Ребенок страдает из-за вас. Но, друзья мои, давайте я вот скажу так, вот ребенок страдает из-за вас. То есть вы считаете, что лучше ребенок будет жить в семье и будет видеть скандалы, будет видеть, не знаю, как получает собака, будет слышать мат, будет видеть алкоголь, и как бы это норм, да? Или просто видеть отношения мужчины с женщиной, которые нельзя назвать отношениями. То есть потом он вырастет и также будет общаться со своей женой. Зачем мне это надо? Я улыбаюсь. Мы красивые. Спасибо. Ты тоже. Про операцию Марку я пока не буду рассказывать, расскажу, когда придет время, потому что операция откладывается-откладывается из-за его болезни. Мы уже специально забрали его из сада, чтобы он заново не заразился, но он умудряется где-то цеплять какие-то другие вирусные инфекции. Отдай собаку мужу, вы что в своем уме? Он ненавидит ее. Ну реально ненавидит. Я, я ее люблю, ну как, это же член семьи, это мой еще один ребенок, как и кошка, как и Марка, как я могу их отдать? Я несу за них ответственность, я, как-то, как говорится, в ответе за тех, кого приручила. Так это мило, на самом деле, все вот прям поддерживают. Спасибо вам большое, это прям очень ценно. Привет, Марк, тебе привет, Марк. Скажи привет. 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 Громче скажи. Скажи привет. 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 Он стесняется. Он еще не знает, что такое прямой эфир в Инстаграме. Так, что там дальше у нас? Ой, девчата. Привет, привет тем, кто присоединяется. Да. Какие планы на год, ребята? У меня были такие огромные планы, но они все разрушились как бы неделю назад, поэтому никаких планов лично у меня больше нет. Много работать. Да, я увидела, что ты смотришь на меня. Рука что-то у меня отвисает, подожди. А, да, это непродуманный момент, когда кто-то держит камеру. У меня сверх усилие сейчас. Да я бы обняла, ребят, я бы Женьку обобнимала избы, но я не могу. Да, у нас карантин, ребята, ко мне нельзя прикасаться. Я грязная не мылась неделю. Наполеон, кстати, понравилась. Я не могу сказать, что я живу с девушкой, пусть верят в то, что я живу с девушкой. И пусть верят, что я живу с мужчиной. Я вам скажу так, я ничего не отрицаю, потому как я против дискриминации. По, не знаю, по вероисповеданию, по цвету кожи, по сексуальной ориентации. Я не считаю это правильным. Но как бы я всю жизнь была за толерантность, я всю жизнь была за то, чтобы не осуждать тех, кто от тебя отличается. Поэтому, блин, мы поддерживаем любые отношения. И нам, в принципе, все равно, кто с кем живет, кто там больше любит оральное или анальное, это личный выбор каждого, ребята. И мы не против, кстати. Ни оральное, ни вагинальное, мы не против. Когда новое видео? Мы, честно говоря, хотели сегодня его снять, но так сложились обстоятельства, что решили немножко подождать. Поэтому немножечко... Немножко... Мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой. И я с тобой. Спасибо, Марку, за пожелание выздоровлений. Поддержка прям, огромная поддержка. И причем самое что ужасное, что нам нужно попасть в дерматологу, и дерматолога записи нет в ближайшее время. А мне нужно срочно решать как-то вопрос с лечением. Мне приходится завтра опять идти в платную клинику, все это искать где-то деньги. Поэтому я реально работаю как вол. Я с пятницы по воскресенью уходила из дома в 9 утра, приходила в 10 вечера. Еще успевала там, типа, ребенка приготовить, пожрать собаку, погулять, типа, с ребенком потусоваться. И поэтому в последние дни очень поздно ложился спать. Ой, ну ты по-моему, елки бы сделала. Все, может быть, я давай, который вы поедете? Что подскажите? Убивать человека морально и физически только из-за того, что он не от традиционной ориентации, полнейший бред. Конечно, бред. Второе видео про развод были ли я выкладывать? Не знаю, ребята, посмотрим по ситуации. Крашусь ли я? Да я практически не крашусь, потому что у меня вот максимум это ресницы. И все. Лена, у меня короткие ручки, поэтому нас не видно. Может быть, придумаем что-нибудь, типа, штатива? А, штатив, вот сюда. О, смотри. О, я нашла штатив. Это держатель для салфеток. Некрасно. Так. Женя, не смогла бы я простить измену? Я думаю, что нет. Ну, я не... Если бы мне изменил Толик, допустим, находясь в семейных... Ну, не знаю. Правда, не знаю. Мама. Да, Марк. Мама. Да. Марк, не получается пройти игру, он просто мне поможет. Это федеральные каналы, но сейчас действительно у нас разрывается у менеджера телефон по поводу, как раз таки вопрос по разводу Женину. Вот, поэтому пока что мы, наверное, там вот конкретно что-то прям подробно о разводе говорить не можем. Да, но мы еще сами не знаем. Именно по этому поводу. Ты, нитки-ранитки. Женя, квартира твоя или общая? Квартира моей мамы, ребята. Моя мама... Моей матери была двухкомнатная квартира в Москве, на Щелковской. И когда, то есть, мы с Толиком решили жениться, заводить детей, она, ну, когда я уже была беременна, она решила эту квартиру разменять и купить две однокомнатные квартиры в Подмосковье. Поэтому моя мама, мы наиболее потерпевшая сторона, так скажем, которая пожертвовала своим комфортом, своей любимой двушкой, чтобы мы с Толиком жили нормально. Но это никто не оценил впоследствии. У кого-то тоже развод сейчас. Ты собираешься статись с сыном, с мужем ради ребенка? Нет, у чего? Бреду, что ли? Никаких сойдешься. Мне еще, кстати, дико взбессилют эти комментарии у Лены на странице, что, типа, Лена в итоге останется крайняя, потому что я с мужем помирюсь, а Лена будет, как бы, типа, человеком, который нас поругала. Слушайте, во-первых, мне вообще абсолютно все равно, останусь я крайней или нет. У меня такая позиция. С Женей там, кстати, был вопрос. Сколько мы дружим, мы дружим уже просто, я не знаю. Больше десяти лет. Да вообще, больше даже, мне кажется, тринадцати лет. И мы с этим человеком прошли, блин, огонь, воду и медные трубы. Столько говна мы уже съели с Женей. Поэтому выбор там встать на Женину позицию, там поддержать ее и остаться левой. Ну да, я выберу такую позицию, потому что по-другому поступить никак не могу. Это моя подруга. Лена живет с Мишелькой, да, а Лена любит собачек. Почему у Лены грустно? У меня не грустно лицо? Ну, как бы, в принципе, не шибко весело-то, на самом деле. Ну да, по сути, да. Зато у меня осталась красивая фамилия. Я, честно, очень любила свою фамилию Огурцова, но когда мы будем в цель заводиться, я не буду ее брать обратно. Да, мне нравится фамилия Рамонова. Я же Огурцова, блин, я только что выспалила свой секрет. Я Огурцова. Общаемся с Лерой? Да, мы с Лерой общаемся. Она должна была сегодня приехать, но из-за того, что у меня карантин, я ее не... Да, у нас там был телефонный звонок. У Лены пол лица, у меня тоже. Да, по одному глазу. Леня, где работаешь? Ребята, пока я не расскажу вам, где работаю, я, типа, сделаю прям отдельный пост, потому что это очень интересная и увлекательная история. Может, даже рубрику на канале создам. Лена меня уговаривает. Спойте, блин, прям вот сейчас такое настроение, прям вот петь. Мама! Найти этого. Хочу. Найти? Одинок. Одинок хочу. Чего хочешь? Сам. Она ее. Марка там про игрушку что-то говорит. Через год все это будет уже казаться ерундой. Ребята, я надеюсь, что гораздо раньше это будет все казаться ерундой, потому что так переживать целый год это будет ужасно. Я не готова так долго мучиться. С Наташей Аней мы не общаемся, уже очень давно. Марку три года недавно исполнилось. Ты сохранишь эфир? Нет. Я никогда не сохранишь эфир. Привет из Крыма. Привет в Крым. Я бы, кстати, хотела летом съездить в Крым. Жене, все будет хорошо. Спасибо большое. Еще вопрос, как вы объясните все это ребенку? Я уже ребенку пытаюсь все это объяснять, говоря, что теперь папа не будет жить с нами, но он будет приезжать. Чего, правда, не случается. Несмотря на то, что я заблокировала Толика во всех мессенджерах и везде абсолютно, если Марк просит меня позвонить папе, я его тут же разблокирую, даю Марку телефон, ему сам звонит, нам что-то говорит. Я не влезаю в разговор, не слушаю даже, что он там Толя отвечает. Когда он говорит, что я поговорила, дает мне обратный телефон, я только обратно блокирую, потому что поддерживать некую связь сейчас не хочу. Женя, вы замечали, что за своим мужем, что он такой гэш? Ну, замечала, но он как бы... А ты документы подала уже на развод? Нет, я не подала документы на развод по одной простой причине, что давным-давно моя собака съела мой паспорт. Наш пиздом. Да, оттуда я съела свой паспорт. И как бы я переделала свой паспорт, он у меня готов, но я просто не могу никак его доехать и забрать, потому что у меня это болеет ребенок, то еще какой-нибудь понос, то золотуха. Но завтра я заберу свой паспорт и если успею, тут же подай мне развод. Да, ребенку в этой ситуации непросто. Но мне кажется, для меня лично, вот как вот для меня, что лучше ребенок будет видеть там счастливую маму, да, там, я надеюсь, что вот эта вся ситуация, она все-таки разрешится как можно быстрее. Женька, ты найдешь себе внутренние силы? Платят ли Толик алименты? Ребята, алименты пока не платят, потому что они еще как бы не установлены, во-первых, но, во-вторых, он дал мне четко понять, что платить за ребенка он не будет, что за ребенка должна платить я и моя мама. Я немного не в теме, а то я в теме, а? Будешь подавать на алимент? Я буду все это, ребят, не буду говорить заранее, все это будет решаться в суде. Что за операция? Про операцию тоже не скажу, попозже. Малыш, после пневмонии, малыш отлично себя чувствует, сегодня нам сняли эту пневмонию, все у него нормальные, анализы крови хорошие, но следом пошла другая болечка. Вот классно, написал кто-то, сначала нужно упасть на дно, чтобы оттолкнуться. Ребята, знаете, у меня такая вот, на самом деле, последние лет 5 в жизни, такие весьма сложноватенькие, каждый раз падая на дно, я все время думала, блин, ну хуже быть не может. Проходило полгода, я думала, блин, ну тогда было легко. Но я надеюсь, что все, это уже окончательно полное днище, и что теперь, да, я буду отталкиваться. В смысле, он не будет платить, ну не знаю, так. Я говорю, пока алименты, просто их еще нет, но еще в суде не были. Как твой глаз? Гладик, ребята, если кто-то там не читал, мне поставили диагноз, это трофея сетчатки, в общем-то, это генная мутация, скорее всего, я еще пока не знаю, потому что у меня реально нет средств создать анализ, я не ошибка много зарабатываю на данный момент, и пока у меня все деньги идут на жилье, плюс у меня еще долг за коммунальные платежи, свыше 20 тысяч рублей, и вот пока я не оплачу всю вот эту какашку, я не буду тратить деньги на свои анализы. Записываю ли я разговор с мужем? Да. Кто-то пишет, что я грущу, я не грущу, но просто эти два дня, они какие-то сумасшедшие, поэтому немного мы такие... Говорят, найдешь себе богатого мужика, да, ребята, я больше чуваков без паспорта, не буду подбирать это сто пудово, только с квартирой, с машиной, с двумя... Детьми? Да, детьми. Кстати, мужчине меня против мужчин с детьми, потому что я и так с прицепчиком таким маленьким. Он тут пишет, у меня после развода в город бизнес пошел. Я надеюсь, что я буду как ты. Мультик смотрит Марк. Какой мультик смотрит Марк? Он смотрит детский ютуб и рандомно что-то включает. Вообще он сейчас лежит и засыпает, потому что у него, видимо, опять немножечко поднялась температурка, но она небольшая, поэтому я ее не сбиваю. Еще сегодня Лену принесла мне, я попросила Лену за эту аптеку купить панадолу детский. Ведь Лена меня уже спонсирует лекарствами. Я уже все, все смотрю, уже не чайник, уже не работает, поэтому в следующий раз чайник я привезу. Вообще Лена, мне кажется, живет, ну, мне кажется, ребят, Лена живет со мной. У нас нет отношения, да, она привозит мне лекарства, она поступает. Вообще-то как бы да. Если кто-то думал, ну вот, да. Да, да. Не могу тебя сейчас поцеловать, да, заразно. Я считаю, что я сейчас со свекровью. Ребята, я могу рассказать вам эту историю. Со вчерашнего вечера я с ней не общаюсь, не общаюсь ни с кем из его родственников, потому что вчера я звонила Толику и попросила его прекратить. В итоге я тут правлю Лену, плюс к этому подключились еще его друзья. Я просила посодействовать, чтобы он попросил своих друзей остановиться, потому что хватит. Лена здесь вообще ни при чем. Пусть он пишет про меня, пусть пишет что угодно, абсолютно все равно. На что он мне дал понять, что не, нифига, он там никого ничего просить не будет, ну что это не удалится, как бы ему все равно. И вот тогда я реально взбесилась, и я реально наразоралась. На него страшно, причем разоралась. Я до сих пор себя, честно говоря, за это корю. Я думала, он этого и добивался, и он этого добился вчера, моей истерики. И, ну, то есть, как бы... И знаешь, мне после этого звонит как бы свекровь, там, и говорит, мы же ни при чем, почему мы должны страдать? Я говорю, блин, у меня Лена тоже ни при чем, почему она страдает? И вот пока я... Нет, я всех реально... Да я не страдаю, господи, смешно, боже мой. И, ну, то есть, хотят с внуком поговорить. Пусть приедет их сын к ребенку, увидит ребенка, включат скайп и позвонит там всем. Сам. Ну, он же не приезжает. Давайте соберем Жене деньги. Не надо собрать ничего, это нормально все, да. У тебя еще я, Женя. Да, у меня есть Лена, которая привезет на чай. Лена, у меня есть мама. И куча еще помощников. Ребята, сколько в Директ мне пришло сообщение от людей, которые готовы погулять с моей собакой. Я просто, я была в таком шоке, что черри вообще будет в шоколаде, если что. Забрала я, потому что Толик, когда ушел из общей нажитой. Единственное, за что я очень благодарна Толику, за то, что он реально оставил холодильник, стиралку, плиту. Потому что я очень боялась, что он их заберет, потому что он сказал, что он не такая скотина, как я. Все это оставил. Но он почему-то забрал камеру, которая ему вообще, в принципе, не нужна. И Ленин штатив, почему-то забрал Ленин штатив. Почему-то Лена постоянно попадает в какой-то хрень. У меня, видимо, харма такая. Я ничего не делаю, я постоянно что-то я кому-то дорогу перехожу. Весь Израиль переживает за вас. Ребята, мне кажется, я скоро окажемся в этой стране. Мне хочется очень. Мне, кстати, привезли свечки из Израиля. Хотите, скажем. Так, по-моему, у меня Марк открыл сообщение. А, я все закрыл. Марк кому-нибудь ответит. Лена попала в замес. Да я постоянно попадаю, я говорю. Это у меня какая-то карма. Ну, лишь ты не одна. Тут люди тоже попадают в такие ситуации, как ты. Но что меня радует в себе, как бы, качество, что я не останусь в стороне, я всегда за справедливость. То есть я встряну в случае чего. Ну, то есть я не из тех людей, которые, если будут видеть действительно какую-то несправедливость, какую-то жесть, то я обязательно буду участвовать в этом. Еще говорят, что типа по Толику сразу видно было, что этим все закончится. Кстати, мне после этого написала его старая-старая подруга из Киева. Подруга-то не старая, но они очень давно знакомы. Из Киева она и написала, что типа она всегда считала, что ее бро это тот человек, который совершенно не создан для брака. Они очень удивлялись, что мы с Толиком так долго живем вместе. И в принципе она не удивлена, что этим все закончилось. Поэтому люди, которые знали Толика очень давно и очень близко, в принципе, ни чему вообще не удивились. Кто-то пишет, что Лен, может быть, ты когда-то Толика отвергла, и он тебе удивил. Да, я причем выложила в директ, ну, ради шутки, где-то что-то, причем Толик доклебался до Лены, может, у нее какая-то неразделенная любовь, и мы еще на уже день ответили, что это тоже так кажется. После видео, когда мы поменялись местами, Женя, по-моему, что-то произошло. Скажите, по сути, что будет дальше? Они знают, что будет дальше. Чья квартира вы спрашивали? На какие-то вопросы, которые мы уже ответили, мы не будем дублировать. А, то есть, ты понимаешь, зачем ты тут обсуждаешь мужа, пусть он сам тебя обсуждает, а ты не лезь. Да, действительно, пусть он сам меня обсуждает, а я не лезь не могу. Ребят, вот... Промолчите, ударив в одну щуку, поставив в другую. Давайте так, каждый будет жить так, как ему хочется. Если вы хотите, не знаю, получать какую-то жесть дома, от мужа, от кого угодно, если вас там бьют, если вас там оскорбляют, если вы хотите так жить, не выносить это все из збы, ваше право. Ну, как бы, мы позиции другой. Давайте все молчать, да? Ну, как бы, давайте вообще слова никто иметь не будет, и все будет прекрасно тогда. Делали какие-нибудь пластические операции? Я бы грудь хотела создать. Я ничего не делала. Хотя мне иногда пишут о том, что я вся сделана. Блин. Значит, я хорошо выгляжу. Да. Болоса назад. Мы общаемся с Нютой, мы общаемся с Нютой. Юристы есть на случай чего, и юристы, и адвокаты, и очень много у кого. Поднимал ли Толик на меня руку? Нет, ребят, никогда не поднимал. Более того, я, это, если мы дрались... Я поднимал. Ну да, это я всегда с Толиком бралась, я там один раз кидалась с него сосисками. Это прям драки. Да, потом я кинула в него банку с вареньем, у нас еще тогда не было кухни, и если кухню убрать, там на обои такой, знаете, фиолетовый развод от смородиного варенья. Но потом я перестала драться. Как изначально хотели назвать Марка. Я хотела назвать Маркел. Но Толик был категорически против. Были подозрения на измену? Были? Да. Чем Женя кормит Лену в гостях? Женька меня, кстати, в крайний раз кормила потрясающая еда. Это было ризотто с лососем. Это было просто что-то невероятное. Готовы киноа со спаржей и лососем, но я не предлагаю Лене это сейчас питаться, потому что я повторюсь, у нас карантин. Что насчет федеральных каналов, про что они от нас хотят? Подробности? Из-за чего весь сыр-бор? Все хотят подробностей. А потом пишут, зачем вы все это выставляете. Я не очень вкусно готовлю. Вкусно? Ну ладно, тебе что-то наговариваешь-то на себя. Понятно, что я вкуснее, но... Обычно я готовлю обычные вещи и готовлю их обычно. Понравилась микрохирургия глаз в Калуге? Да, очень понравилась. Очень приятный персонал, хорошие врачи. Скоро, кстати, мне ехать туда опять. И вот тут у меня дилемма. Ну, как бы раньше меня муж возила, а сейчас мне будет ехать одной и, наверное, даже оставаться в Калуге на ночь, потому что я не смогу сесть за руку. И, ну, если что, ребята, там надо будет погулять, поводить в какие-нибудь злачные места. Когда у меня свадьба, я пока не скажу, когда у меня свадьба. И вообще, как пишет всем там бывшему Жене в директе, что это всё херня. Ну вот, верьте, пожалуйста, это херня. Свадьбы не будет. Да, Толик такой, типа, а-ля, удалил пост. Всё-таки свечечку держали. Прямо вот такие все держали-держали, обдержались. Толик удалил пост, но при этом продолжает всем писать всякую дичь в личных сообщениях такой. Без палева абсолютно. Как должны выглядеть здоровые отношения? Ну, ребят, ну, как минимум, должно быть уважение друг к другу. Они должны друг друга слышать и слушать. Чего у нас с Толиком, походу, не было вообще никогда. Толик приезжал к Марку на выходные? Нет, он не приехал. Жень, Жень изменила Толику с Леной. Да. Мы за это, собственно, с Толиком разводим с вами. Адрес свой написать. Лена, у тебя есть симпатия к Жене? Конечно, я её очень люблю. Обожаю. Значит, я приехала, она была без Ливчика. Я думаю, Жень, что-то Ливчика делала. Мне нравилось без неё. Лена, тебе сделали предложение. Да, мне сделали предложение. Ну, как бы. Скажи колечко. Вот про колечко. Оно так сверкается, что мне на это прям противно смотреть. Лена, лучше только. Лена, лучше только. Женя, я писала пост, ребят, насчёт татуировки с именем мужа. Я даже сказала, с именами мужей. Я ничего не буду ни свалить, ни закрашивать. Я счастлива, что у меня есть эта татуировка. И как и счастлива, что когда-то я так сильно любила этого человека. А вот меня, я надеюсь. А сколько марку? Машина у кого останется? Ребята, машина, которая у меня, опять же, куплена. Это мама себе купила машину. А машина, которая у Толика, останется, естественно, у Толика. Машина у меня опять же куплена. Это мама себе купила машину. Повторение моё печенье. Нет, крёстные маркушки не Лена. Крёстные маркушки – это Галя. Он постоянно их звонит и орёт. Галя! Лена, отвези Женю в Калубу. А зачем в Калубу? Причём, кстати, в Калугу летает самолёт, я ещё думаю, может мне на самолёте полететь, там полёты минут 20. Кто-то пишет, я бы сама мужа с Леной изменила. А я просто, слушай, я просто семьи, я семьи разбиваю просто, и всё, я поняла. Надо хотеть развестись. Как мама отнеслась? К разводу? Ну, она распроялась очень. Мне папа очень расстроился, потому что развод это, ну, никогда не бывает весело и хорошо. Это в любом случае очень неприятно, грустно и со всем вытекающим. Ну, честно говоря, я не думаю, что вытекающих будет так много. Обнимитесь, да мы бы с радостью. Да, я не могу прикасаться на папу. Ну, заразная. Кстати, кто-то там писал, что по воздуху передаётся, вообще это тоже по воздуху передаётся, но я как-то ехала и думала, что, да, блин, да пофиг. Ну, не душу, вот так буду встать. Что делать, если морщина на лбу? Ничего, жить с ними. Со временем станет больше, кстати. У меня не пневмония, у меня остаточные последствия после бронхита. Первое, с прямого эфира, привет. Нет, я, кстати, со своей странички ни разу прямое эфир не включала. А вы чего? Не знаю. Я стесняюсь. Красила ли я волосы? Ну, я красила волосы, но у меня, в принципе, вот мой цвет волос, это такой русый, светлый русый. Даже не темновато, а более светло. Ботокс колоть. Ну, понятно, что ботокс, конечно, приветствуется, но приветствуется, мне кажется, уже в возрасте. Ну, когда там, не знаю, 45, 50. Мы, Женька, да, достаточно далеко друг от друга живем. Цветочки Жене привезут вечером. Лен, представляете, забыла скрыть от меня сториз, и я узнала о том, что мне привезут цветочки. Как-то, говорится, с Леной, чтобы она разбила семью и добила драспан. Это... Эй, блин. Позвать ее в гости, на деле проживания Лены. Стой, стой. Это шутка сейчас была. Слушай, я думаю, тебе человек тоже не всерьез об этом писал. Слушай, там не было смайликов. А куда, Жень, делать с рыжей черти группа? Ну, пошло, надоело. Не вовремя, не хочется. И любит сейчас совершенно другую музыку, которая мне лично никак не близка. Кофе, да, пьем кофе. Прямо сейчас, когда-то пили. Тебе много говорили, что у меня красивая форма губ? Вы знаете, а я наоборот, ну как-то... Нет, мне нравятся, конечно, мои губы, но... Я бы вот верхнюю губу чуть-чуть бы... Ну, по большей степени. Да, я бы тоже вставила. Уже когда улыбаюсь, она у меня исчезает, понимаешь? Вообще исчезает. Поэтому... Но спасибо за комплимент. Свекровь живет не в России, она живет в Украине, в Харькове. Женя курит. Женя курит. Ба, что? Бенарез? Что такое бенарез, ребят? Я не знаю, это я... Что, устраиваю какой-то бенарез? Наверное, вебинар? Это я уж додумываю. Очень красивые глаза, спасибо. Смотреть ранеток? Нет, я до сих пор не смотрела ранеток. Женя, если бы была возможность... Ты начала бы снова играть и петь? У меня есть возможность сидеть в любой момент, но я не хочу. Как относится к Украине? Так же, как и к России. Господи, мы не делим людей на Украину, Россию и так далее. Все, как бы мы... Вот, да, Женя пытается донести самую главную мысль, что, блин, ну для нас нету вот этого вот разделения. Понимаете? Кто с кем, кто где, кто во что верит, какая страна. Все люди одинаковые, все люди хорошие. Блин, почему надо кого-то делить? У меня красивый нос, говорят. Так, меня сейчас заблокируют по-моему. Марк что-то нажимает у Жени на айфоне и припевает. С Лерой общаемся, да. У нас совместных песен Женькой нет. Да? Да нет. Я с Украины, я хорошая. В этом был право. Ну, хоть в чем-то он прав. Мы так озванились в сериал. Ну, как бы, 10 лет прошло. Блин, я завидую твоему партнеру. В чем? Ну-ка, напишите-ка. Наращивали ресницы периодически. Да, иногда я от них устаю, но когда мне хочется прям, чтобы у меня взгляд был более красивым, я наращиваю ресницы. Буду ли я его писать только из квартир? Конечно, что-то. Пусть ищет еще кого-нибудь добренького, кто его пропишет. Марк шикарный певец. Маркуш, ты слышал, тебе тут комплименты делают? Нет. Нет? Сказали, что ты шикарный певец. Я тиши говори. Мама все сказала, Леня тиши говори. Так, значит, Марк идет на поправку. Марк болеет заново. Заканчивайте мне уроки делать. Да, мы, кстати, будем заканчивать уже через 5 минут, потому что Женьке нужно и ребенком заниматься. Да, потому что сейчас у него осталось 2% на телефоне зарядки, и как только эта зарядка кончится, он перестанет спокойно сидеть и будет хотеть играть. Лена, твой партнер тоже страдает. От чего мой партнер страдает? Мой партнер вообще... Ну, он смеется. Причем здесь вообще... Не смешно. Это все забавно, это все забавляет, ребят. Почему Марк так плохо разговаривает для своего возраста? Ребята обходили... Да, малыш, обходили всех врачей. Сейчас... Да, процент уже сел, все, да. На природок ставить, да. Сейчас, сейчас, Фея поставить. В общем, он начал реально разговаривать буквально неделю назад, и за эту неделю он уже, ну, типа, у него плохое произношение, это надо идти к логопеду. Этим мы займемся. Как только он перестанет болеть. А так он прям разговаривается, разговаривается, прям каждый день все лучше и лучше. Вот я на самом деле начинаю успокаиваться, потому что я из-за этого очень парилась. Кто-то пишет, чем вы еще можете поменяться на Кураге? Мы, кстати, думали, очень прикольно рубрику придумали, поменяться, места они там поменятся, собаками и так далее. А сейчас вот думаем, чем еще мы можем поменяться? Ну, Жень, прости. Партнерами уже не поменяемся. В твою эту сейчас ситуацию даже не знаю. У меня собака храпит. Собака оттучит? Да, храпит собака. Тихо, Господи. На кого учились? Я оттучилась в итоге только на режиссера-постановщика массового шоу-программы, то это очень было сложно назвать обучением. А я учусь сейчас на психолога, это второе высшее, и еще я учусь на коуча. Тут спрашивают, что если вы поменяете косметику? Ребята, мы красимся из разряда подручку, реснички. У меня нет татуировок. Поэтому нам меняться как бы нет смысла косметикой. Поменяйтесь квартирами. Ну, мы как-то уже менялись квартирами. Ну, да, поменялись местами, это как и практически. Поменяйтесь мамами, говорят. Рунитки. Рунитки. Еще никогда так группы не писали. Рунитки. Я врач. Мальчишки всегда позже забывают, на них начать разговаривать после трех лет. Абсолютная норма. Но все равно страшненько, вы знаете. Не прошляпить какое-нибудь отставание. Как записаться как к психологу? Вы знаете, когда я начну уже работать с клиентами, начну консультировать, я обязательно об этом скажу. Женя, что это нужно для счастья? Чтобы это все... Да, чтобы весь ад закончился, а так я счастлива априори. Лена, первое образование. Но я так же, как и Женька, мы учились вместе. Как у нас на продюсировании, ты режиссер-постановщик культурно-досуговых программ. Первый клиент уже есть. Не, я не пойду к Лене к психологу, потому что это неправильно. Да, это неправильно. Лучше человека абсолютно не знать. Это тоже, знаете, вот у Лены вчера на страничке бабца одна там взбилась, то, что Лена как-то могла им дать совет, чтобы развестись. Лена, во-первых, никаких мне советов не давала, потому что она не дура. А во-вторых, я не идиотка, чтобы у нее самой посоветовала. Почему? Опять Лена что-то кому-то советовала? Ребята, успокойся, я никого не хочу. Когда ты принимаешь решение о разводе, ты ни с кем не советуешься. Только максимум с собой, понимаете? И вот это вот как-то... В смысле, я приду к какой-нибудь своей подруге и спрошу, слушай, как думаешь мне развестись? Ну это же бред вообще. Я вообще считаю, вот просто многие пишут о том, А как зовут партнер? А кто? А чё? А где? Ребята, запомните, просто вот, не знаю, раз и навсегда, что для меня лично, это моя позиция, и вы должны ее уважать. Для меня личная жизнь, она личная. Начиная от с кем, кто, как зовут, сколько лет и где, понимаете? Вот я это... для меня это золотое правило. Вот когда ты сохраняешь свое, сохраняешь эту энергию, не распыляя ее никуда. И вот так лучше всего жить. Лен, просто дьявол воплоти, да? Я согласна, посмотрите. Нужно обувь все написано. А ты согласись, я всегда почему-то всем не нравилась. Вроде лицо милое. Да не очень. Нет, я уже говорила 10 тысяч раз, что я не общаюсь ни с Аней, ни с Наташей. Еще два года продолжалась такая же фигня. Пишите стихи? Я не писала. Ну, так что... Женечка, я быстренько схожу, противно? Я не могу потерпеть. Так, может быть, что-то попрощаемся, потому что у меня уже Марк все... А, так вот. Лена, возвращайся скоро, Гуль. Будут ли я с Леной видео еще? Будут. Потом, значит, девчата, очень классные. Спасибо, вы тоже. Слушали мы пройдет же, и, честно говоря, не слушали, но это, да, ситуация очень грустная. Девчонки, вы не хотите замуж уходить? Честно, я вот больше вообще замуж не хочу. Я уже сказала всем своим близким и друзьям, чтобы они не позволили мне больше никогда выйти замуж. Люблю ли я Марка? Через вас. А, Лена, любит Марка? Ты любишь Марка? Конечно, я обожаю Марка. Вы чего? Это любовь с первого взгляда, между прочим. Ты знакома? Что? С Матоной, да. Конечно. Давайте еще рубрику, когда вы пьяны. Не, ребят, так пить нельзя. А, нет, спасибо. Спасибо, с меня хватило тогда. Нет, больше не хочу. Почему курагане Антоновка? Ну, мы уже не яблочки, ребят. Уже эта история с яблочками немножко вот это подугорела. Куда ходила Лена? Вот, понимаешь? Вот писать. Люди у нас только вот они. Куда она пошла? Что она сказала? Где она? Что? Какого цвета трусы? Чистила ли она сегодня зубы? Это соблюдение. Спасибо. Я забухала с вами. Вот лучше не надо. Сколько мне лет? Мне 28 лет, но в конце месяца будет 29. Пока, пока. Видишь, всех наслужил. Давайте 3 минутки. 3 минутки и заканчиваем. Логопед рядом с Жениным домом, прям в садике. Ребят, ну пока Игром болеет. Мы будем заниматься логопедом. У меня есть куча всяких логопедов, и не только рядом с домом в садике. Но не могу водить больного ребенка. И, скорее всего, вообще все это буду делать после операции, чтобы он мне опять не хватанул, хотя бы логопеда какого-нибудь. Ну, потому что детей везде много. Пи-пи-пи. Сохрани эфира. А, вот и не будем сохранять. Нет, не сохраняю эфира обычно. Не уйдет. Здесь вот постоянные вопросы, почему мы не общаемся с девчонками. И куча вопросов, типа, что не общаемся с Аней и так далее. И я тут недавно, кстати, наткнулась на прямой эфир Ани. И, знаете, прям вот это нужно... Знаете, но я не буду этого делать. Но прям обзорчик на прямой эфир. Прям останавливать периодически. И прям... Прям вот говорить, что вот всю правду матку. Потому что я послушала, и это... Короче. Часто Лена приезжает к Жене. С тех пор, как началось это говно с разводом, Лена приезжает часто, правда. И мне очень приятно, что она пытается меня поддержать. Тут мама, кстати. Я где-то видела мою маму. Мама, привет. Кто-то пишет, сиска закрой. Сиска? Да. Ну, а в рот надо открывать. Сделай обзор. Ребят, я не хочу. Честно. Вот я из тех людей, кто... Я просто знаю, как есть. Я просто знаю там... То, как у меня... То, как я знаю всю ситуацию. И мне нет смысла вообще все это мусолить. И, знаете, я уже вышла из этого периода. Я уже для себя эту историю закрыла. Если кому-то хочется мусолить только один период своей жизни, обмусоливая всех остальных. Это только его право. Я иду дальше. Иди сюда. Ой, не трогай, Лена. Мою маму? Как зовут мою маму? Вселенная в тебе. Вот, я уже отошла давно от этой темы. Ну, кто хочет в ней ковыряться, там, период группы обсуждать, там, бесконечно. Пожалуйста. Такие ребята, необделенные интеллекты на заднем фоне стоят, да? Спал? Устал? Ты устал? Ну что, будем прощаться? Да, он устал, говорит. То нужно ребеночка укладывать. Короче, я отсюда не вижу вопросов, блин, если что закидывать. Там, видишь, сердечки ставят? Летят сердечки. Это тебе ставят сердечки. Да, Маркуш. Сейчас любят, видишь? Видишь? Девять. Вижу. Девять. Девять. Ну все, наши хорошие, будем прощаться? Да. Спасибо, что были с нами. За ваши вопросы, опять же, слова поддержки. Мы вас очень ценим, правда. Я сама не ожидала, что у нас такие приятные люди. Да, с вами не страшно, на самом деле. Идите вперед. Спасибо вам большое. Мы вас очень любим. Очень рады, что вы у нас есть. Да, ребята, пока. Все. Пока. Прощаемся. Подождите еще раз. Еще раз. Пока.